Всем привет! В первой части я сказал, что пойду заниматься вот этой стеной с большими щелями. А нет, обманул я вас. Облагорожу-ка я сначала вот эту комнату. Приведу ее в порядок. Ну сами посмотрите, что за безобразие. А может быть и нет тут никакого безобразия. Может быть для кого-то эти щели придают своего рода шарм. Но клиент просил все залить герметиком. И пазы, и щели. Ну в принципе для этого я сюда и прибыл. Да, тут есть над чем поработать. Смотрите сами. Такие щели у многих явно вызывают негативные чувства. Эти щели нужно обязательно заделывать. Потому что в них собирается много пыли. А пыль является источником размножения микроскопических клещей. Которые вызывают аллергию. А тут все-таки спальная комната. Так что давайте побережем здоровье и зальем эти щели герметиком. Герметик я здесь использую акриловый. То есть на водной основе. Он более безопасный, чем полиуретановый. Быстро сохнет. И практически нет запаха у сырого. А когда высохнет, так он вообще не пахнет. Ну давайте я вам расскажу про герметики и герметизацию. И назову-ка я эту часть теоретическое. Для многих не секрет. Что подготовка к работе является более важной частью, чем сама работа. Как правило, подготовительная работа занимает больше времени, чем основная работа. И требует в себе более тщательного подхода. Так вот и в герметизации. Очень важной и необходимой частью является подготовка к работе. Для начала со стен нужно снять все лишнее. Чтобы ничего не мешало работе. Здесь вы видите, что я снял причеркнутую декоративную доску. Она закрывает примыкание потолочной вагонки к стенам. А также снял боковые наличники у окна и двери. После герметизации все будет установлено на свои места. Перед тем, как укладывать пролоны и жгут в пазы и щели, все стены нужно будет промыть, освободить от пыли. Если есть места, где краска на стенах стала шелушиться, эти места нужно зачистить. Если в пазах торчит мох или пакля, ее следует убрать, вытащить или пробить вовнутрь. Бывают случаи, бревна с уличной стороны, особенно в темных, непроветриваемых местах, покрываются мелким слоем какого-то лишайника, либо мха. Его тоже нужно будет обязательно убрать, бревна зачистить, пропитать антисептиком, а потом нанести два слоя грунтовки. На грунтовку герметик очень хорошо ложится. На чистое, необработанное бревно герметик в принципе тоже хорошо ложится. Но из практики я понял, что грунтовка повышает адгезию герметика к бревну. Ведь все равно зачищенные места придется красить. А перед покраской обязательно наносится два слоя грунтовки. Без грунтовки краска на бревне у вас долго не продержится. На покрашенные бревна герметик тоже можно наносить, но нужно соблюсти два основных условия. Первое, это внутренние помещения, где не бывает атмосферных осадков. И второе, обязательное соблюдение технологии покраски. А вот с уличной стороны, на покрашенное бревно наносить герметик не советую. По истечению времени, под воздействием атмосферных осадков, краска постепенно отходит от бревна, а вместе с ней может отойти и герметик. Ну с этим разбрались. В общем вы поняли, что герметик наносится на чистую, желательно грунтованную поверхность. Теперь немного скажу об укладке пролонного шнура, пазы и щели. Его еще называют велотерм. Его можно приобрести там же, где и герметик. В хозяйственных магазинах его можно тоже купить, но он называется круглый утеплитель для окон. Пролоновый шнур бывает разной длины и разной толщины. Толщиной он бывает 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 и 25 мм. Но иногда попадаются щели и пазы больше диаметром, чем пролоновый шнур. В таком случае нам поможет утеплитель для труб. Дальше в этом ролике вы увидите именно те места, где не хватило диаметра пролонового шнура и мне пришлось приложить утеплитель для труб. Для того, чтобы подобрать нужный диаметр пролонового шнура, нужно, чтобы щель или паз были в полтора раза меньше, чем пролоновый шнур. В противном случае, либо у вас шнур будет вылетать из паза, либо вы его просто не затолкаете, он будет рваться. Ну а сейчас вы можете наблюдать именно тот момент, где мне пришлось проложить утеплитель для труб, потому что не хватило диаметра пролонового шнура. Укладка пролонового шнура в щели и пазы немного отличается. При укладке в щели шнур углубляют на 5-10 мм. А вот при укладке в пазы шнур практически не углубляется. Но и торчать из паза он тоже не должен. Шнур должен быть как бы продолжением бревна. Ну вот здесь вот видно, что утеплитель сидит в пазу, но не вылезает. Да, и здесь мне тоже пришлось проложить утеплитель для труб, потому что щель здесь около 3 см. Да, еще чуть не забыл вам сказать об одной важной детали. Никогда не наносите герметик на неотстоявшееся сырое бревно. Сами видите, какие щели бывают. Ведь изначально их не было. Сруб должен отстояться, а бревно найти свое место в стене. Если поспешить и нанести герметик на неотстоявшееся бревно, то при усыхании его может просто оторвать. Во всяком случае, акриловый. Кстати, вот в чем разница акрилового герметика с полиуретановым. Акриловый герметик на разрыв намного слабже, чем полиуретановый. Сила же полиуретанового герметика на разрыв впечатляет. Неоднократно были случаи, когда приходилось прорезать проем под окно уже в прогермеченной стене. И чтобы отделить бревно от бревна в пропиленном проеме при акриловой герметизации, особо в трудностей не представляет. Когда выпиленный простенок падает, большая часть бревен отрывается друг от друга. То есть акриловый герметик разрывается, не выдерживая нагрузки. Разрывается пополам, но на бревне остается. В отличие от акрилового, полиуретановый это просто жесть. Сила этого герметика действительно достойна уложения. Пример. Пропилили проем, толкнули бревна. Бревна как упали вместе, так и лежат монолитом. Пытались оторвать? Бесполезно. Пришлось герметик прорезать по пазу с обоих сторон. Только так смогли отделить бревна друг от друга. Еще был случай. Прорезали проем на втором этаже. Выпиленные бревна вытолкнули на улицу с высоты 5 метров. Одно бревно только надорвалось. Второе бревно оторвалось только с одной стороны паза. При этом вырвав из паза щепку длиной около полуметра. А в этом месте герметик так и не разорвался. Теперь вы можете себе представить силу полиуретанового герметика. Но сохнет он долго, в отличие от акрилового. И пахнет тоже долго. Не пахнет, а воняет гадостью какой-то. Акриловый герметик можно красить буквально через несколько дней после нанесения. Полиуретановый же нельзя красить, пока он полностью не высохнет. Был печальный опыт у меня в этом деле. Прошло несколько дней после нанесения полиуретанового герметика. Потрогал, не липнет. Ну все, думаю, можно красить. На следующий день на бревнах краска высохла, а на герметике нет. Краска на герметике еще сохла около месяца, пока весь герметик не отвердел. Покраска и герметизация была снаружи здания. Вы можете себе представить, сколько грязи и пыли прилипло к этому герметику. Герметик тогда сработал, как липучка для мух. Все пазы были в мухах и комарах. А вы помните, наверное, тот год, когда комаров мало было. Так вот, они все там остались. Может это просто несовместимость краски с герметиком была. Реакция какая-нибудь пошла, поэтому так долго и сохла. Но больше я уже не рисковал. Теперь всегда даю полиуретановому герметику просохнуть полностью. А это около месяца. Кстати, пахнет полиуретановый герметик тоже долго. Пока весь не высохнет. Акрыловый же герметик. Пахнет буквально 2-3 дня. До отлипа. Как пленкой покрылся, хотя еще внутри сырой, так больше и не пахнет. И он, естественно, более экологически чистый, чем полиуретаной. Из этого можно сделать вывод. Внутри здания теплый шов делаем акриловым герметиком, а снаружи полиуретановым. Естественно, при соблюдении всех правил и технологий. Ну вот и комната готова. Пойдемте поглядим, как что получилось. Пока вы слушали мои умозаключения с выводами, пазы и щели прогермечены, потолок и стены покрашены. То есть в этой комнате со стенами наведен полный порядок. По-моему, получилось очень даже неплохо. А вы что думаете? На мой взгляд, вид без щелей гораздо симпатичней. И более радует глаз. Остались только самые узкие щелки. Ну а в жизни каждого мужчины должны такие присутствовать. Верно, мужики? Пока вы осматриваете комнату, еще несколько слов скажу о герметике. Об очередности заливки пазов и щелей. Первым делом бросаем силы на борьбу со щелями. Именно с теми щелями, которые плавно переходят в паз. Потом заливаем все горизонтальные пазы. Дальше заделываем все остальные щели. Кроме узких. А на десерт нам остается заливка герметика в углы и перерубы. Такая очередность, на мой взгляд, повышает аккуратность герметизации. А еще лучше. После каждого этапа дать герметику немного подсохнуть. До отлипа. Чтоб сырые швы не пересекали друг друга. Иначе у вас может получиться, как у меня в первый раз. Какая-то мазня и трата нервов. Ну вот, из этого видео вы немного узнали о теории герметизации. В следующем видео будет немного практики. В следующем видео о герметизации вы увидите, как я наношу теплый шов и что для этого требуется. Ну а вам всем желаю удачи и приглашаю подписаться на канал. Смотрите первую часть. Вы найдете ее в моем плейлисте «Дом построим». Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!